Семья, всем привет! Это Сочи, Краснодарский край! Ну как вам приветствие мое? Отличное? Да, конечно, ребята, 6 вечера, а все уже сидят по ресторанам, понимаете, это Сочи. Все выпивают вино, отдыхают. А Дмитрий Александрович что делает? Правильно, семья. Дмитрий Александрович пашет, понимаете, он работает на благо семьи. Все делает на благо семьи. Ребята, между прочим, я нахожусь на улице Саятнова. Я сейчас специально посмотрел по навигатору, до морпорта мне ехать 23 минуты, ребята, 12 километров. Я посмотрел сейчас специально, чтобы вам озвучить, сколько мне ехать, посмотрел в сторону моря, я вам заявляю. 23, ну пускай 25 минут на расслабончике, и вы на морпорту, на улице Войково, на улице Рос, без разницы, в центре, в центре некуда. Или я также посмотрел, сколько ехать мне до дома, потому что сейчас позвонила жена и говорит, дорогой, ты скоро будешь дома, наверняка что-то хочешь, чтобы я ей купил на ужин или что-то, что-то, может быть, из фруктов заказать. Я говорю, дорогая, секундочку, посмотрел навигатор, значит, 30 минут, 29 минут он мне показал, 20 километров. То есть, представляете, у меня всего лишь там сейчас 29 минут мне доехать здесь до дома, просто тю-у-у, спокойно. Это показал мне навигатор. Я знаю, что через 30 минут я буду дома, без проблем. Вот такая локация. Можете посмотреть улицу Саятнова. Когда-то я уже снимал вам эти дома. На самом деле здесь планировался коттеджный поселок, и погодные условия не дали его вовремя, на самом деле, достроить. Планировался коттеджный поселок из 6 домов. Но будет 5, ребята, домов. Я сейчас вам объясню, почему. И на самом-то деле, вот тот дом, который я снимал когда-то на канале, по-моему, в прошлом году, я не помню, за сколько я его снимал, я его снимал в прошлом году, он уже продан. Вот этот третий дом, который я тоже снимал, ребята, он уже продан. Есть вот этот второй дом. У него, на самом деле, самый большой земельный участок. 5,5 соток земли, ребята. 180 квадратных метров газ, что очень важно для частного дома. Почему важно? Ребята, наберете мне потом отдельно на WhatsApp. Я вам объясню, почему важно. Я вам расскажу про свой дом, головняк и геморрой, что называется. И почему важно именно иметь газ в доме. Потому что платежи, когда вы на электричестве оттапливаетесь, ну, чтобы вы понимали, в таком доме будет в 3 раза превышать. То есть, если за газ вы будете платить, грубо говоря, там 7 тысяч рублей, то за электричество вы будете платить 25 тысяч рублей, ребята. Это отдельная история. Лучше наберите мне, я вам расскажу. Это с учетом того, что у вас сельский тариф. А здесь, естественно, сельский тариф. А вот дальше. Это особенности. Где-то есть 367 за киловатт, а где-то есть, ребята, и 8 рублей за киловатт. Но это все ко мне за бесплатные консультации. Итак, 180 квадратных метров, 5,5 соток земли. Слушайте, на сегодняшний день цена у него 33 миллиона. Значит, ну, конечно, мне тоже не нравится эта цена. Да, я понимаю. И вам не очень нравится. Я понимаю. Да, я все это понимаю прекрасно. Ну, значит, сделаем следующим образом. Если кто-то заинтересуется, ребят, я всегда говорю всем. Любые объекты я продам дешевле любых, ребята, риелторов в этом городе. Да простят меня мои коллеги. В 99% случаев, если это не какой-то супер эксклюзив. Поэтому я буду до последнего топить, чтобы нам продавец сделал максимальные скидки. И со своей комиссией тоже максимально спущусь, ребята. То есть, как бы, если позволите мне сколько-то оставить, какую-то маленькую-маленькую сумму для того, чтобы мне заправить бензинчика, сводить любимый ресторанчик и, может быть, купить себе мороженое. Я, как бы, согласен. Ладно? То есть, ну, ниже сотки не опускайте меня, пожалуйста. Потому что это уже, как бы, это уже будет перебор наглости. Хорошо, договорились? Вот. Поэтому кто-то, может, 200 тысяч мне заплатит, кто-то 150, кто-то 250. Ребят, договоримся. Всегда договоримся. Я миллионы комиссии не прошу. Договоримся. Окей? На сегодняшний день 33 миллиона, и я уверен, что мы сможем поторговаться. И вдруг... Объект наверняка многие много раз снимали, и я его тоже снимал. Ну, они уже проданы. Итак, 5,5 соток земли, 108 квадратных метров плюс 90 метров кровля, эксплуатируемая, естественно, по всем нормам. И так как все строится по разрешениям, все официально, не прорубали туда выход на кровлю. Потому что что? Правильно. Потому что были бы превышенные нормативы, и были бы проблемы. А проблемы за строчку не нужны. Переворачиваю камеру, показываем участок, зайдем, покажу вам дом. Покажу вам еще два дома, которые продаются по 25, точнее, один уже есть, а второго еще в помине нет. Ну, там тоже я могу поторговаться максимально, ребят. Любой объект в Сочи, без райц, квартира, земельный участок, нежилое помещение, все, что вы хотите, я продам вам дешевле всех остальных. Сделаю вам максимальные скидки без проблем. Без проблем. Самостоятельно найдите по Авито квартиру, которую вы хотите, набирайте мне, заказываем архивную выписку, смотрим всю историю, проверяем юридические, технические моменты, иду, общаюсь непосредственно со всеми соседями, все выясняю, следственно-оперативным путем выясняю все моменты и нюансы, докладываю вам обстановку, принимаем решение, проводим сделку, все довольны, обнимаемся, пьем шампанское и кушаем рыбу вкусную запеченную, и, соответственно, поздравляем друг другу с хорошей сделкой и с прекрасной покупкой. Переворачиваю камеру, показываю, ребята, пока не стемнело. Давайте немножко прогуляемся, значит, акцент на этом доме сделаем. Смотрите, сейчас, чтобы мне не ошибиться, ребят, значит, 12 свай под домом, 11, нет, да, 12 свай под домом, 9 метров, на 3 метра свай зашли в аргелит, аргелит достаточно здесь близко, 9-метровый свай, 30% в аргелите, видео, фото, материалы, все есть. Здесь есть прекрасное место вам для бассейна, но вы понимаете, кто-то скажет, что это конец участка, и раньше так и планировалось, что это будет конец участка, на самом деле. Но здесь, если я глазом смотрю, ребята, здесь где-то 3 копейками сотки земли. На самом деле здесь будет второе террасирование, второе террасирование, смотрите, какая толстая подпорная стена. Здесь должен был стоять дом, но что-то не сложилось, на самом деле. Дом будет стоять здесь, пятый, четвертый дом, он уже стоит, 134 квадрата метра, это мы отдельно стоим. А здесь, ребята, будет террасирование, ступеньки, и здесь еще у вас 2 сотки земли. Вот эта вот земля, вот эта вот вся земля, вот смотрите, вот я вам показываю, вот эта вся земля, где здесь будет подпорная стена серьезная, насыпан грунт, и здесь будет земля. Захотите бассейн сделайте, захотите сад, я думаю, что здесь имеет смысл, наверное, сад какой-то посадить для себя. А здесь уже делать бассейн, да, вроде здесь бассейн, там, приютная, приватность такая достаточно. А здесь у вас уже сад, ну, сообразите, решите как бы. Это застройщик все доделает, это все входит в сумму 33 миллиона, еще раз говорю, мы поторгуемся. Ребят, максимально поторгуемся, если я сказал поторгуемся, это значит, что примерно плюс-минус, там, миллион-два мы точно сбросим, да. Будем разговаривать, да, все, что я смогу, я сделал. Вот, поэтому еще здесь 2 сотки земли, там уже идет у нас дорога, она ведет, соответственно, к четвертому дому, а здесь, соответственно, стоит пятый дом, и оттуда у нас будет заезд к пятому дому, это впоследствии застройщик построит. Но его он тоже уже, ребята, продает, то есть он как лот, в шахматке он выставлен. Давайте просто посмотрим, как здесь выглядит дом. Дом аккуратненький, чистенький, хай-тек, караэт, нержавеечка, все абсолютно нормально. Еще раз говорю, под домом у нас с вами 12 9-метровых свай, потом, соответственно, плита, значит, газоблочное заполнение, фасады, отливы, дренаж участка, скважина реально с артезианской, ну, с хорошей водой, такая же, как я снимал, чуть повыше. Здесь на Саятного нет проблем, слава богу, с водой. Вот, давайте выйду, покажу вам, что здесь хорошие подъездные пути, хорошая асфальтированная дорога, без проблем. Надо поставить автоматику, откатные ворота, откатные ворота. Вот, мы вышли с вами, то есть если дальше поехать, мы приедем к пятому дому. Еще раз говорю, этот продан, здесь сады растут какие-то, я, если честно, не знаю, чья это земля, но здесь вот такие вот сады с плодовыми деревьями, такой хороший, достаточно, видишь, спокойное местечко. Еще раз говорю, я припарковался, тот дом у нас продан, тут хороший очень дом, тут такой тоже интересный хай-тек. Продан, продан, вот единственная в продаже и внизу, соответственно, да? То есть там уже везде автоматика стоит, люди уже все поставили, тут у вас откатные ворота, нажали, по отличной дороге вы подъехали, без проблем, двухполосная дорога, все, нажали, ворота, так сказать, отъехали в сторону, вы зашли, без проблем. Давайте по участку пройдем, здесь, получается, я думаю, так где-то, наверное, еще раз говорю, три с копейками соточки, вот, аккуратненько спрятан, у нас здесь септик там, топаз на 8 человек, на 10, здесь у нас, получается, мы можем с террасы, соответственно, попасть внутрь. Вот такая у нас терраса, получается, здесь можно какую-то летнюю кухонку сделать, но я не знаю, для меня лично, я вот как бы так смотрю, как всегда, на любом веке, чисто для себя. Для меня, ребята, чтобы вы понимали, здесь как бы просится бассейн, да? Здесь я ставлю стол, как бы, мангал, вот в угол, вот сюда прям ставлю, там, допустим, мангал, там, или где-то здесь ставлю. Безрайц, надо подумать. Летняя кухня, здесь маркиза, да, нажал на кнопку, она от солнышка вас защитила, без проблем. Сидите, кушаете, кайфуете, тенечек, здесь детки плавают в бассейне, там у вас сад, все, там у вас чисто террасировано сад, растут деревья плодовые, там еще что-то, там стеклом красиво по-хай-тековски отгородились. Вон классный классический дом стоит, достаточно абсолютно нормальный, адекватный, симпатичный, да, не какой-то старостроя. Все, никакого здесь нету, ни старостроя, ничего. Стоят новые, круто расстраиваются, здесь хорошие элитные поселки, и цена входа очень и очень, даже такая, ребята, недешевая здесь. 40-50, здесь за 150 миллионов несколько поселков, несколько домов было продано, за 150. 150, он счетчик газовый у вас, пожалуйста, да, то есть нет проблем. 150, ребята, миллионов было, похожие дома были проданы с бассейнами и так далее, ну с ремонтом, правда, под ключ, но я не знаю, если честно, кто их купил, я не стал их как бы снимать, чтобы не компрометировать уже людей, которые их купили. Очень дорого. Если такие деньги, извините меня, уложить, так здесь такая конфетка будет, просто бриллиант. Хорошо, смотрите, мы зашли с вами, мы с вами зашли, попадаем в прихожую, здесь, конечно же, просится какой-то гардеробный шкаф, понятно, подлестничное пространство перекрывается и делается отличное там техническое помещение, значит, ну тут надо подумать, обыграть, ну в любом случае, допустим, здесь у вас кухонная зона, например, здесь у нас, ребята, вот рядом, получается, рядышком с лестницей, там еще раз говорю, техническое помещение. Для меня, я так вижу, там техническое помещение, здесь у нас рядом гостевой санузел, все, кухонная зона. Ну, дальше уже решите, например, где вам поставить, например, диван, как вы спланируете, может быть, вы здесь, допустим, поставите диван, сюда повесите телевизор, а может быть, вы здесь, ребята, поставите диван и тут рядом как-то повесите телевизор, обыграете. В принципе, у нас панорамные с вами достаточно светлые окна, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь световых точек только здесь, и выход на террасу. То есть, вы выходите здесь на террасу, еще раз говорю, здесь просится, допустим, если вы здесь ставите какие-то стульчики, столики, здесь просится, в принципе, маркиза, но я бы их сделал там, и там такое, знаете, летнее место для отдыха, там кушать, грубо говоря, отсюда вы вышли. Все, так, а так без проблем, без проблем, вы спокойненько здесь просто ставите перегородку и делаете там кабинет, полноценную комнату без райса, и вы оставляете это кухня, гостиная у нас, здесь вам поместится и кухонная зона, и обеденная зона, здесь телевизор, диван, а это вы ставите перегородочку здесь, и у вас полноценная, ребята, большая комната, без проблем, либо кабинет. В зависимости от ваших нужд, квадратура, ребята, 180 квадратных метров, вам это позволяет сделать, позволяет сделать. Поднимаемся на второй этаж, отличное монолитное перекрытие, напоминаю, эксплуатировая кровля плюс 90 квадратных метров, можете прорубить, ребята, и сделать себе, если вам это нужно. Я живу сам в таком доме и понимаю, что для того, чтобы до этого дошли руки, это надо иметь немало денег, потому что все стоит денег. Сейчас посмотрим, что там у соседей, что там у соседей, что там у соседей. Идет ремонт полным входом у соседей. А в том доме в следующем вообще бассейн красивый сделан. Ну, хорошо. Вон, ребята уже автоматику поставили. Да, хорошо. Все, и здесь что? Здесь стандартно. Естественно, большая здесь делается ванная комната. Большая ванная комната, вы ее сделаете здесь. Ну и дальше, пожалуйста, тут уже думайте сами, где будет родительская спальня. Я думаю, что вот эту, допустим, можно сделать, например, опять же, детскую спальню, либо кабинетом. Вот это, естественно, отдельно вторая спальня. И третья спальня родительская. Либо делайте две спальни. Делайте огромную родительскую спальню с гардеробной там. Вот такую вот большую спальню. Ну, это просто огромная спальня будет. И одну детскую, и большую ванную комнату. То есть, в зависимости от ваших нужд. Если вам нужна внизу спальня и вверху три спальни, пожалуйста. Если вам внизу спальня не нужна, пожалуйста. Ну, ребят, то есть обыграть можно как угодно. Но вообще по планировке, чтобы вы понимали, там внизу кухня-гостиная, кабинет и вверху три спальни. Вверху три спальни. Ну, можно, если будете прорубать наверх, если будете делать эксплуатированную кровлю отсюда, то три спальни у вас не будет. Будут две спальни, соответственно. Там, ну и там, может быть, где будете прорубать, смотря. Там можно, знаете, бывает обыгрывают, ставят. Там диванчик, приставочка вешается. Там лестница на кровлю. Все зависит от того, как вам нужно. И что вам нужно. Я так понимаю, я здесь увидел родительскую спальню. Откуда я сейчас выхожу. Вот здесь я увидел. И выход на балкон. Я бы сделал бы зону гардеробную хорошую для жены. Потому что сто процентов она бы мне сказала, что ей это нужно. Вышел, посмотрел, чем у тебя ребенок занимается. Вот, попал на балкончик. Хорошая нержавеечка, которая уже больше года. Вот, здесь тоже постоял, наслаждался виды на, в принципе, ну, а что, на сады, на соседей. Смотришь на сады. Говоришь соседу. Сосед, привет. А у соседа, вы понимаете, да, участочек гораздо меньше вашего. То есть здесь, я не помню, 3-4, что ли, сотки земли, да? 3-4 сотки земли. Вот. Вот такая вот история, ребята. Вот такая вот история. Пытаюсь разглядеть кусочек моря. Ну, сейчас такая погода ужасная, что, мне кажется, или его просто здесь не видно, да? Или такая вот, ну, с крыши-то будет, я думаю, видно. Но это уже отдельная история, да? Будем исходить из того, что его, что его не видно. Горы, тишина, спокойствие, птички. Если хотите, если хотите хороший вид на море, то, ребята, вот туда, чуть повыше, где я снимал... Посмотрите, ролик отдельно есть на канале, где я снимал Монте-Виль-Виллэдж. И там за 22 миллиона хорошие дуплексы, за 44 миллиона виллы классные продаются. Вот. Неплохие очень. Триплексы там есть по 13 миллионов вход. Но это придется подождать, там стройка, да? Но зато цена хорошая, цена хорошая. Давайте сделаем еще акцент на следующем. С этим домом нам все понятно, все ясно. Прикроем дверцу. Все понятно, все ясно с этим домом у нас. Это второй дом. Первый, третий продан, это второй. Теперь смотрите, смотрите, какие подпорки. Реально толстые. Серьезные просто, какие конструкции. Здесь, конечно, малая, застройщик. Навливал здесь бетона достаточно. Ну, видишь, хотел здесь дом строить. Я, конечно, разговаривал с ним еще год назад, я помню. Да, ну, видите, теперь будет здесь ваш участок. Здесь теперь будет часть вашего участка. Две сотки, это круто. Еще раз говорю, там дорога к дому у нас четвертому. Четвертый дом. Я туда не пойду, потому что надо по вот этой лестнице, ребята, спускаться сейчас. Ползти туда. Смысла нет. Он никакого. Если будет интересно, приедете и уже объедем, пройдем. Возьмем, оденем сапоги. Или хорошая погода, все это высохнет. 134 квадратных метра. 134 квадратных метра, ребят. Плюс эксплуатируемая кровля. Еще почти 170 квадратов. Значит, 3,4 сотки земли. 3,5 сотки земли. 134 квадратных метра. 25 миллионов в шахматке. И этот дом, пятый, тоже 25 миллионов, которого, видите, его нет еще в помине. Но чтобы вы понимали, что этот, я тоже торганусь максимально с застройщиком. Он нам надо дешевле, я думаю, там на пару миллионов, я так думаю. И если мы будем брать на котловане по договору подряда, я думаю, что можем тоже прилично. Может быть даже за 20. Ну, надо разговаривать. Надо разговаривать. Застройщик порядочный, приличный. Как бы никаких моментов, никаких консяков, нюансов, ничего. Ну, вот здесь как бы нету, да. Поэтому вот... А, вот массейн, смотрите. Видите, видно. Чуть-чуть. Вот. Здесь такие коттеджи, я хочу вам сказать, хорошие. Это индивидуальный дом. Там за ним еще один. Здесь настоят новые такие хорошие коттеджи застраиваются. Просто, ну, реально. Там, если чуть повыше подняться, там такие виды просто бомбические виды. Прям на весь город, на море. Классные, крутые. Имейте в виду. В общем, я готов еще раз говорю. Любую недвижимость, в любой локации, где бы вам не приглянулось, первичка, вторичка, от любого застройщика квартиру, все сделать дешевле. Все сделать дешевле. Приезжайте. У меня все в порядке с аппетитами. Я готов как бы договориться и с вами, и с самим собой. Реально понимаю сегодняшний день, какие цены. Поэтому лучше хоть что-то заработать, чем не заработать ничего, знаете, вот из этой ситуации. Семью-то надо кормить, как есть, говорю. Так, ребят, Инстаграм, Телеграм, Яндекс.Зен. Все ссылки есть под каждым видео. Где-то личной жизни побольше, где-то работы побольше. Миксуем что-то, что-то показываем, рассказываем. Со всеми настроены на позитивное человеческое общение. Берегите себя, берегите друг друга. Я обнял, поехал. Шесть часов вечера. Все, надо купить фруктов. Что-то там, может быть, супруга еще закажет. С детьми немножко пообщаться. Собаку выгулить. Ну, короче, помочь еще ей убраться. Я поехал, ребят. Дело не про ворот. Я вас обнял. Будьте счастливы. Я на связи. А чем же закончить наш сегодняшний день и сюжет к данному ролику? Ребят, да это все обычно, чем я занимаюсь. У меня есть часик свободного времени, пока не стемнело. Под пятую точку у меня есть коврик всегда, чтобы удобно было сидеть на траве. У меня есть книжка хорошая, литература. И у меня есть хорошие видовые характеристики, о чем я говорю в каждом ролике. И есть желание. Это очень важно. Уделить время себе, своему какому-то развитию маломальскому. Поэтому полчасика я с огромным удовольствием почитаю. А потом домой. Помогать любимой. Обнял вас. Ой, какие ребята опять, а? Обнял вас семья. Обнял. Мальчики, девочки, дамы и господа. Надь. Мальчики. Обнял вас. ding. sadu. 언� illustrated sword. Mal блестя. Продолжение следует...